Государством сделано немало для спорта высших достижений. Нашим тренировочным базам, аренам, условиям подготовки завидуют многие страны. В этом году введено в эксплуатацию новое здание Республиканского научно-практического центра спорта. Вы так страдали, что он вам нужен. Ввели. Оборудовано всем необходимым для научно-медицинского сопровождения тренировочного процесса. Все, что просили, сделали. Может, чего-то не хватает? Пожалуйста, скажите. И как это отразилось на качестве подготовки, восстановления, реабилитации атлетов? Центр – это хорошо, оборудование – хорошо. Но вы посмотрите, кто там работает. Надо этим заняться и посмотреть, чтобы там были специалисты, которые работали бы на спортсменах. В этой связи нельзя не вспомнить о допинговой теме. Настораживают последние факты. Марина Арзамасова, Дмитрий Набоков, Кирилл Грищенко. Жду откровенного разговора. Эти проблемы напрямую касаются имиджа страны. Беларусь приняла комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом. Вплоть до уголовной ответственности за склонение спортсмена к использованию запрещенных средств. А что бывает с теми, кто пускает эти процессы на самотек, вы хорошо знаете. В том числе и на примере наших тяжелоатлетов, которым в итоге после всех разборок оставили всего лишь две олимпийские лицензии. Очень жаль, когда наши действительно тяжелоатлеты, надо отдать им должное, в последние пару лет вышли на приличный уровень. Вот это уже настоящие показали борьбу и характер. И только две лицензии. Вы также видите, что происходит вокруг российского спорта. Над нашими соседями опять нависла угроза вовсе не попасть на олимпийские игры под своим флагом. Могут подвергнуть санкциям всю страну, не обращая внимания на чистых и честных атлетов.